друзья салют всех приветствую вас на своем канале меня зовут данила кто не знает и сегодняшний ролик я посвящу 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 и посвистел вот короче посвистел посвистел и там будет показано как я восстанавливаю суппорт правый суппорт на c3 nc5 где еще присутствует ручные тормоза да он вклинил как вы знаете уже смотрели ролик я поставил там новый суппорт а это решил попробовать самого полностью воскресить и вот так так что смотрите наслаждайтесь надеюсь ролик вам будет полезный кому понравится ставьте лайк пишите комментарии буду всем отвечать ну давайте погнали в просмотр короче тут же пятигранный болт и такого нет вот забил вот эту туда и вроде бы он пошел откручиваться да вот сначала проскальзывал но я забил его туда прям хорошо это чтобы вытащить вот эти ручной тормоз входит да он там поршень внутри как бы да теперь можно по идее давайте его отсюда выбить так ну зажавел весь надо будет чистить поэтому не мог здесь нормально ходить первое кольцо потом идет нормальное колечко потом идет пружинное две две пружины теперь теперь идет опять нормальная и идет подшипничек вот такой подшипничек вниз туда и уже сам коршенек да он здесь тоже ржавый весь набор покупать это резиночка тоже придет но во многих случаях сколько я смотрел вот это вот резиночка она обычно никогда не подходит и люди и и оставляют такой какая она есть все здесь покажу сколько грязи прям вот вот тут вот прям вот полностью ржавчина вот это все почистить это уже более-менее почистил сам суппорт от ржавчины и его здесь внутри это все почистить все промывать и ждать пока придут как его пыльник придет вот сюда кое-какие резиночки придут за меню все и будем собирать раз тросик тормозной наручник поменять ну я сразу два взял хотя не работает но раз менять сразу два заменить они стоят всего по 5 евро вот это второй и для суппортов вот вот все что было в картоне видите какой клан они просто от бумаги добавляются так для них дешевле и для суппорта вот она ведь суппорт назад это вот главный эти хотя у меня таких даже нету вот этот на porsche это вот где porsche не ходит потом даже не знаю короче буду смотреть час с вами мазда 2 я подобрал под нее цвет не знаю подойдет нет короче вот базис лак взял и он и цвет 33 и отход вот и взял наполнительный грунди рунг филлер наполняет три в одном он короче и наполнитель и как грунди рунг идет и еще еще вот короче да это смотрите следующей серии подписывайтесь на канал чтобы не пропустить эту серию да этот грунди рунг вот три в одном то что я забыл чё это короче рост шульца а државчина защищает он сразу до идет как наполнитель и как нормальным грунтом можно еще вот пользоваться вот этот я хотел еще добавить так ребята чем хотел показать вот у меня в разобранном виде я сейчас побрызгал специальным этим рост лезером чтобы ну пока стоит не заржавела вот она специально отталкивающую воду смазывает и это это надо будет еще чистить но я еще не добрался до этого просто как вы видели разобрал вот заказал вот эти вот фигнюшки и я уже когда распечатывал с вами вот сейчас я уже понял что тут что-то не то какие-то детали не те которые нужны смотрите вот потому что вот мне показалось той страны вот эти резинки у меня таких как бы и не было вот эти чуть похоже были вот это тоже вот вот это колечко по идее одевается на паршенек так вот смотрите какой он размером вообще сейчас вот вот читал два раза меньше потом вот скоба это тоже два раза тут это больше а это меньше то есть вот этот весь комплект не подходит сейчас я это все отправляю назад и буду заказывать но может быть они подходят но наверное может быть на задние на задние хотя на задние там два поршня там два поршня тогда должны вот такие две резинки быть это на задние суппорта но мне нужны передние суппорта ну все печатаем запечатываем сейчас отправляю все назад и ждем следующего так ничего посылочка пришла опять два дня прошло те я отправил назад без проблем они выдали мне вот бесплатный на почту и сразу заказал новые эти резиночки на суппорта теперь они так запакованные вот вроде бы сейчас все похоже да вот это вот есть я вот показывал сейчас вот эта резинка и как раз мне вот это вот резинка назад правда засохла это это порвалась кнопочка но это и вот на вот две резиночки потому такая вот где сейчас короче все увидите будем делать короче я все перепроверил все резиночки подходят все то же самое все начинаем чем я сейчас занимаюсь короче сейчас беру сам суппорт почищу его чтобы ну более-менее вот это все уберу сам поршенек чуть-чуть почищу ну вот это вот очищу ржавчины вот приведу более-менее в порядок и я уже все приготовил вот этим короче буду и но посмотрю чего лучше будет идти и вот это так ничего вот так теперь выглядит суппорт я его почистил вот более-менее хоть теперь можно нормально ковыряться и он не грязный кстати он от bosch да смотрите как как новое внутри тут тоже считая где поршень ходит все новенькое это тоже все мной бывает вот она вставляется вот сюда вот так так выглядит как будто как ее накипь какая-то ну вот все я очистил вообще прям ну суппорт как смог так более-менее здесь прям все чистенько вот могу вам показать все все отодрал все это прочистил поршень тоже вон он весь чистенький все это ну тут вот ржавчинка есть но тут не обязательно это наружная сторона это тоже все прочистил эти все тоже прочистил все блестит вот эти вот эти я все меняю кроме вот это одной как я вам говорил вот это обычно или не приходит или приходит другая мне тоже я читаю два комплекта взял на правый на левый суппорт чтоб перебрать вот и там только вот такая но сейчас покажу ну это тоже все почистил сейчас я это все быстрый 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 ранее короче прочищаю продуваю одеваю все резинки то есть собираю так давайте я сейчас все быстренько сполосну вот еще дырочка есть я ее кое-как вычистил короче что начинаем с поршня все чистенько вообще блестит аккурат но было много грязи внутри так как я сказал вот такой вот резиночки нету вот сейчас могу при вас распечатать ну конечно же распечатывал и там смотрел это так это раз это вот замена вот этому это тоже и вот две эти я не одинаковые как вот это вот такой вот нету вот хотя вот это вот она видно что другого вида вот это больше подходит на эту но это чуть другая так короче а ну вот тут еще одна есть за место это там вот сюда одевать но у меня есть может быть и эту один не знаю посмотрим так начинаем собирать короче на этот надо нам одеть вот эту вот резиночку надо маслица тормозно тормозное масло у меня специальной мази нету что-то по идее стояла что иногда приходит но этот раз не пришло чтобы не на сухую все одевать так смажем все равно здесь сюда потом тормозная жидкость пойдет все вот это вот поршенек вот так он вставляется прям можем даже тоже чуть-чуть смазать сразу не сухо было вставляется вот сюда потом идет у нас подшипник такой вот кстати его тоже чистил он такой вот был какой-то ну как будто вот ржаветь начинает такой все это же почистил нормально так теперь одеваем его потом идет нормальная шайбочка пружинная шайба еще раз пружинная шайба и опять нормальная шайбочка все стопорное кольцо идет вот так вот защелкнем все все нормально вот он пазу все на месте так это собрано пока стороночку это новенькую тоже чуть макнем смажем тут вообще ржавчину было очень много и почти зубьев не было я все выковырял ну не снимал это мучился потому что очень долго мучился совсем все отдирал так это вот так здесь она стояла вот сейчас очень тоже смажем оставляется сюда вот так вот вот потом идет у нас вот эта резиночка тоже здесь все смажем она вот сюда паз одевается все тоже смажем здесь налить когда я разбирал вы видели сколько здесь вылилось и вообще я вот отсюда где вот эта вот резинка стояла она так здесь прикипела я феном разогревал чтобы ее кой как-то оттуда как-то вытащить вообще не вылазила деревянное все было так вот так же вы видели так раз кажется как будто большая но нет смотрите как плотненько легла даже не видно сейчас посвечу теперь поршенек будем закручивать сейчас мы его тоже здесь здесь все смажем и снаружи кстати нет надо же вот это надеть получается будет на поршня вот так застегивается сюда вот этой вот это вот вот так туда застегивается так получается вот так вот так раз вот так вот так вот так вот ну а вот так вот here dropping прикиньте чё я вот думаю вот ну прям плотная железка не засовывается она прямо если вот этой железки не было что я прям отсюда вот замутился вытаскивать и я даже не знал вот сейчас только догадался что этот ринг и есть вот этот вот который это я из-под него там все вытаскивал вот он оказывается вот это а я выковыривал все отсюда вот она это и есть вот эта фигнюшка вот ну все равно получается я здесь все чистенько вытащил все надеваем тогда поршень вот так аккуратно не порвать и уже сюда через резиночку закручиваем лучше ключами чем я буду мучиться так от получать справа суппорт значит не левую резьбу надо будет взять вот и помог вот это к 1 было так это одеваем хотя сначала можно попробовать пока просто покрутить потому что вот тут вот есть куда он должен попадать он должен такой туннельчик до уйти чтобы вот это вот не прокручивалась там и сама система работала поршень выталкивала вот кстати вот такую ошибку не сделаете потому что если сейчас бы он уперся в эту херню он бы просто сейчас ее замял бы туда и все и game over можно выбрасывать суппорт потому что в принципе и хотел сделать но сейчас вот это вот видите вот так если я сейчас вот это вот не заметил вот тут видно на нарезка то бы сейчас бы я все сюда вот так вот вдавил бы и было кирдык аля улюга не гуси называется короче ребята так с поршнем не получается а дети уже второй раз разбираю эта дырка не совпадает когда начинаю крутить внутри там тоже начинается крутиться короче и не совпадает с этой ерундушкой короче да вот поэтому я сейчас попробовал так поршень без поршня потому что надо вот этот болт закрутить он стопорного стопорит вот эту вот херню чтобы она не ходила вот вот она вот сейчас она прям хорошо закрутилась вот ушла сейчас попробую как она будет работать и будет ли вообще работать вода вот теперь пружинит все точно вот теперь все наконец-то а то так вообще ни в какую она прокручивается там внутри тоже все крутится и и ну короче не получалось да вот поэтому я решил сейчас попробовать прям так без без поршня вот сейчас я это затягиваю тоже она вообще прям сильно сильно было затянуто и кое-как это вот все проворачивается вот такой ключ прям туда набил который нормальный но вообще здесь вот видите как французы придумали он раз два три четыре пяти пяти угольный на вот а у нас то все ключи шестиугольные все закрутили это тут теперь резиночку надо вот это вот как-то вот видите одна страна сумма здесь высунуть и не хочет больше никак смог только вот засунуть вот таким ключом на 2219 больше не отвертка ничего не идет обязательно надо брать ключ только на 1922 и вот такой же полу круглый вот тогда только он идет засовывать имейте это ввиду это офигенный ключ вот видите все засунулось ну тут чуть-чуть почти собрали ставим сюда вот эту вот резиночку давайте тоже смажем так хотя в принципе тут все равно час мазать но так чтобы не ржавела кстати думаю это железка она вся ржавая такая была вот теперь надо закрутить короче закручиваем вот это все даже пружинку уже не нужно в принципе она вот ну сейчас закручу сама уже отпрыгивает хотя я плоскогубцами не мог ее отодвинуть сейчас спокойно даже без пружинки она сама назад отпрыгивает принципе можем было вот этот правый суппорт не покупать а самим его перебрать вот ну круто я рад что я справился с этой задачи надеюсь вам тоже это вот видите чик 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 сама сама прям вот отпрыгивает и поршень видите выходит вот и без пружинки ну пружинку тоже как походу как вспомогательный идет тоже чтобы вот так она и вот сюда вот так вот цепляется вот теперь вот сюда вот закручивается оттуда тормозной тросик а вот сюда закручивается вот это вот типа же клёр чик а или как он называется вот тут ключик на 7 по моему вот так надеюсь вам это видео помогло как всегда я сколько ошибок сделал вы их видели уже будете иметь ввиду какие ошибки нельзя делать так вы видели резинки я все новый поставил как все трудно заходила все ходила но это так и должно быть потому что сами знаете какое здесь давление в барах чтобы не выталкивала тормозную жидкость вот и теперь как вы видели вот он сам все откидывается работает вот поршень вот он видите вылазит все тогда я даже плоскогубцами не мог ее двигать и я этот суппорт кстати он тоже там стоял что он бушный но типа сделано но пришел как новенький конечно они там его от парила отмывает песка струет и он выглядит как новый не вот можно сказать 65 евро я заплатил за бушный суппорт и а этот bosch еще тем более может быть я даже его за 65 евро также могу и продать и вернуть и чё дальше а дальше пишите в комментариях чего-нибудь задавайте вопросы обязательно отвечу ставьте лайк если понравилось видео подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующее видео скорее всего потом скоро увидите вторую часть не получается третью часть вторая часть часть вы наверно уже видели как я менял тормоза передние третью часть где я меняю тормозные тросики и восстанавливаю уже левый суппорт потому что я вот на этом научился короче не будем мусолить подписывайтесь на канал чтобы не пропустить это видео всем здоровья и до следующего видео пока